Ситуацию, при которой вышел из строя генератор термоэлектрика, нельзя было предотвратить. По меньшей мере, так говорят представители компании, которые утверждают, что во время проверки техника работала исправно. Но трещины в трубах охлаждения появились уже после запуска генератора в эксплуатацию. Администрация термоэлектрики уверяет, что ремонтные работы будут завершены к концу декабря. Впрочем, пока не ясно, сколько это будет стоить и кто покроет расходы. Представители СМИ зашли в машины и зал предприятия, где находится генератор, вышедший из строя три недели назад. Нам сказали, что сейчас ведутся работы по его ремонту, а администрация термоэлектрика обещает, что до 22 декабря генератор запустят. Работы выполняла компания Хорус, которая отремонтировала его несколько месяцев назад. Хотя ранее они заявляли, что охлаждающие трубы не трогали, поскольку это не было предусмотрено в ТЭО, сегодня Василий Леу упомянула гарантии, предусмотренные в договоре. Пока не ясно, кто покроет расходы за ремонт. 24 месяца с момента окончательного приема работ и 72 часа с момента обеспечения номинальной нагрузки. Этого еще не произошло. Мы предложили и это решение согласовали. В связи с тем, что работы должны были выполнить в срочном порядке, это, безусловно, необходимо. Стоимость будет определена. Мы рассмотрим все юридические аспекты. Вчера комиссия завершила расследование. Вывод тот же. Генератор перестал работать из-за небольших трещин в трех патрубках охлаждения. Достаточно было, чтобы несколько литров воды попали в него, чтобы вызвать короткое замыкание. Ситуацию нельзя было предотвратить, утверждает технический директор термоэлектрика, поскольку на момент проверки он исправно работал. Когда оборудование ввели в эксплуатацию, возражений не было. С 17.30 на момент подключения к сети до 00.22 все работало без замечаний. На самом деле трещины в трубах появились после 12 ночи. Даже без этого генератора термоэлектрика снабжает теплом все здания, находящиеся в ее управлении. Разница в том, что она вырабатывает примерно на 40 кВт-часов меньше, но для удовлетворения потребности была подключена и ТЭЦ-2. Суммарно обе ТЭЦ вырабатывают до 100 кВт-часов. Четыре дня назад платформа «Да» подала жалобу в генпрокуратуру на прямые переговоры с компанией «Хорус». По их словам, после инцидента компания будет приносить ежедневные убытки примерно в 7,5 миллионов леев. То, что отрицают обе стороны. Чем выше тепловая нагрузка, тем выше электрическая. Заявление о том, что 80 мегаватт не поставляются, не соответствует действительности. Фактически при текущей нагрузке максимальный блок должен был отдать 40-45 мегаватт электроэнергии. Авария на термоэлектрике произошла в ночь с 10 на 11 ноября. Ровно через две недели после завершения ремонта генератора. Несколько дней назад представители компании «Хорус» заявили на пресс-конференции, что это не их вина, так как они не вмешивались в трубы системы охлаждения. По их словам, причина в том, что оборудование старое. За работы было заплачено более 5 миллионов леев.